На 34% выросли поставки российского автопрома за рубеж за январь-август 2017 года. По данным российского экспортного центра, общий объем продаж составил 1,7 млрд долларов. Причем главные драйверы роста это готовые легковые автомобили. На них приходится большая часть от общей суммы 920 млн долларов. На втором месте автокомплектующие. И в этом сегменте самый заметный рост на 67%. Хотя замечу, что если говорить о количестве экспортных машин, цифры пока невелики. Всего 57 тысяч легковых и чуть больше 8 тысяч грузовых автомобилей. Но дело в том, что долгое время российский автопром был ориентирован исключительно на внутренний рынок. Во-первых, это снижение валютной себестоимости производства на территории России. Благодаря девальвации и благодаря мерам государственной поддержки, которые активно в этом году стали применяться. Кроме того, мы отмечаем рост спроса на наших традиционных рынках в странах СНГ. Экспорт страны СНГ сократился за последние три года почти в два раза. Сейчас мы восстанавливаемся к уровню 2015 года. За счет скачка валютных курсов российские автомобили стоят гораздо дешевле аналогичных моделей от зарубежных производителей. Кстати, иностранные компании, наладившие производство в нашей стране, тоже наращивают экспорт машин российской сборки. К примеру, петербургский завод Toyota в первом полугодии 2017-го увеличил зарубежные поставки легковых автомобилей на 80%. Предприятие Ford во Всеволожске за весь 16-е отправило на экспорт 880 автомобилей в четыре раза больше, чем годом ранее. Есть еще одна причина, по которой автопроизводители сегодня делают ставку на экспорт. За последние пять лет продажи новых машин на внутреннем рынке сократились. В 2012-м рынок показал рекорд. Россияне приобрели почти 3 миллиона автомобилей, в 2016-м меньше полутора миллионов. В итоге средняя загрузка российских автозаводов составляет около 40%. Чтобы не работать в убыток и не допускать простое, конвейеры в компании ищут новые рынки сбыта. Больше половины автомобилей и комплектующих российского производства отправляются в страны СНГ. Почти треть – в Восточную Европу. Но, кроме того, наши производители осваивают Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Америку. Увеличивают экспортные объемы и главный российский производитель – АвтоВАЗ. За 9 месяцев продажи за рубеж выросли более чем на 60%. В первую очередь за счет поставок комплектов для сборки в Казахстан. Впервые за 5 лет группа ВАЗ добилась выхода на операционную прибыль. Продажи принесли ей почти 2 миллиарда рублей. Выручка выросла на 20% с лишним – до 158,5 миллиардов. Пока автоконцерн все же остается в минусе. Но чистый убыток сократился в 7,5 раз. В этой ситуации, в общем, правильное направление движения руководителей АвтоВАЗа и акционеров. С одной стороны появляются новые модели. То есть та ситуация, когда одна и та же модель 50 лет на конвейере, уже невозможно. Появляются новые модели, очень хорошо продается Vesta со всеми модификациями. Lada X-Ray продается, это спрос на гранату устойчивый. То есть есть что предложить клиентам, но и параллельно проходит реструктуризация самого производства. И в завершение добавлю, что по мнению многих специалистов, поддержку АвтоВАЗу окажет и восстановление российского рынка. Экономика восстанавливается для многих. Их покупка новой машины снова выходит на первый план. Но даже в этом случае развитие экспорта останется в приоритете. Предприятия могут производить до 3 миллионов автомобилей в год. Это больше, чем нужно внутреннему рынку.